Коллеги, добрый день! Диалоги и ритейли продолжают свою работу из магазинов И сегодня мы будем смотреть дискаунтер «Первый выбор» Рядом со мной директор формата Анжела Рябова Анжела, здравствуйте! Всем привет! Если понимать, что всего год назад этот формат стартовал То сейчас уже есть возможность рассказать о том, что же со стратегией случилось за год И рассказать об ошибках, которые мы совершили Это как раз всегда самое интересное Сколько магазинов сейчас насчитывает сеть за год вы открылись? Да, этот магазин мы находимся в городе Ступино Адрес Калинин 27 Это въезд в этот город Он открылся 15 февраля 2023 года То есть ему год И мы за это время открыли уже 58 магазинов 58? Да В основном география покрытия Это какие города и какие области? Московская область Мы и в самой Москве у нас 5 магазинов Москва, Московская область? И пока вот мы сосредоточены на этом регионе Да, Ступино довольно далеко То есть мы сейчас добирались Это буквально окраина уже Московской области Это принципиально было открываться так далеко? Наша стратегия как раз открываться вокруг кольца Где у нас расположены логистические центры Мы начинали с распределительного центра «Магнита» Это Коломна И сейчас мы открыли собственную логистику в Дмитрове С компанией 3PL FM Logistics Вы знаете, у нас стандартный магазин Торговая площадь 330-360 метров Этот магазин как раз сюда попадает Дискаунтер прежде всего Это стандартные процессы Стандартный набор оборудования И фактически минимальные требования по площади 330 метров в торговый зал Сколько здесь человек работает Для того, чтобы обеспечивать все процессы? Мы, конечно, не мыслим в человеках Это тоже особенность дискаунтера Мы мыслим в человеках о часах Но в целом, если перечитать на людей Здесь команда Семь человек всего В этом магазине Во главе с директором То есть в смену работают Три-четыре человека Есть такая традиция Прогуливаться по магазину Таким классическим путем покупателя Сколько здесь условных кургов покупателя И как вы можете обозначить Классический путь покупателя Если коротко Вообще мы считаем, что тренд на магазины у дома Он, безусловно, набирает в России обороты И это будет продолжаться Потому что люди хотят покупать возле дома Возле работы Поэтому наша задача Так провести покупателя Чтобы за 7-10 минут Он вообще сделал все Что хочет сделать в нашем магазине Основной фокус Вот здесь нашего концепта Это фрукты и овощи Мы можем посмотреть с вами Что здесь очень хорошо они представлены И доля фруктов и овощей В нашей сети 15% То есть это в принципе очень высокая доля Не только для дискаунтера Но в целом для российского ритейла Очень много В Выгода Да В1 это первый выбор покупателя И мы думали о том Что может интересно быть покупателю Прежде всего, конечно, концепция низких цен То есть каждый день низкие цены На базовую корзину Это наша стратегия Поэтому это выгода Выбор Покупатель должен быстро сделать свой выбор В нашем магазине И, собственно говоря, наполнить свою корзину Для обеда, ужина Для своей семьи Выпечка Мы считаем, что в базовой корзине У российского покупателя Должна быть выпечка и свежий хлеб Потому что это, в принципе, основа Потребления тоже россиян И витамины Это как раз то, что мы поговорили о фруктах и овощах Мы считаем, что наш главный дифференсатор Потому что фактически Это тоже составляет борщевой набор Который мы сейчас с вами посмотрим Фрукты и овощи Тоже базовая корзина россиян Мы стараемся, чтобы Кастома Джонни Мэп То есть все точки контакта покупателя Были очень удобны И были очень выгодны Давайте теперь действительно посмотрим Одну из точек важных На что мы действительно сосредотачиваемся Здесь это фроф Какой ассортимент? Сколько из каю? Что самое важное должно быть? И что больше всего любят ваши покупатели? Вообще, если говорить про стратегию коммерческую То очень важно определить прежде всего потребности Потому что, по сути дела, у нас около 600 потребностей Которые мы видим в магазине Если вы заметите, у нас три вида яблок Мы считаем этого достаточно Если мы подойдем к помидорам Мы тоже увидим черри И помидоры, скажем так, всесезонные И фактически мы понимаем, что этого достаточно Если товар будет качественен Для того, чтобы покупатель был удовлетворен 15% пенетрации в чеке фруктов и овощей Об этом говорят В целом фрукты и овощи составляют больше 50 СКУ В районе 50 СКУ Потому что мы подключаем какие-то сезонные решения Например, в июне Косточковых Это тоже очень важно для нас То есть мы всегда имеем всесезонные предложения И предложения сезонные То есть это для покупателя весьма важно Из овощей мы можем с вами посмотреть И кабачок есть, и баклажан есть В принципе, весь наш борщевой набор есть В целом корзина фруктов и овощей И является очень привлекательной Для того, чтобы покупатель пришел в наш магазин Это генератор трафика Отлично Ну и классика, без которой невозможно Мы видим колею Да, здесь тоже мы видим достаточно ограниченный ассортимент Но он закрывает все потребности В целом, если вы заметили Навигации в магазине нет Потому что магазин сделан просто Мы считаем, что путь клиента должен быть интуитивно понятен И, ну, как я повторюсь, да За 10 минут он должен совершать как бы выбор И, конечно же, этот выбор должен быть в В1 Что касается вот вещей, которые мы используем Да, вот мы проходим здесь весовой проект Мы про весовые вещи расскажем чуть позже Мы не думаем, что покупатель сейчас очень много покупает впрок Это просто ежедневное потребление И человек может сам регулировать объем, который он покупает Насколько популярна история на развес здесь Вот если мы говорим вот такого характера В Московской области Вы знаете, конфеты, орехи, рыба С весовой мороженой, к которому тоже подойдем Ягоды очень популярны Что касается круп Мы думаем о том, что все-таки удобнее в Москве покупать в готовой упаковке А вот в региональной истории это работает Конфеты на развес Это, конечно же, бомбическая тема Потому что, как мы сказали, покупатели могут набирать разный набор конфет И понятно, что конфеты на развес продают все ритейлеры Это действительно фишка Но наша фишка в том, что вот часть конфет вот с этой стороны аллеи Мы продаем по фиксированной цене 30 рублей любые конфеты Это тоже очень нравится 30 рублей за 100 грамм Довольно много сладостей Соответственно, у вас классическая история, когда кондитерку любят? Очень любят И у нас много здесь, допустим, таких решений, как вот Это, собственно, торговая марка Которая, в принципе, производит наш холдинг Восточный гость Это очень качественный товар Потому что тоже отличная черта нашего холдинга магнита В том, что мы имеем интегрированное производство И, собственно, производство очень качественное И мы используем, в данном случае, силу нашего старшего брата И давайте непосредственно про выгоды Ловите момент Что именно можно успеть И как быстро обновляются такие спецпредложения Фактически получается в этой зоне Мы часть вещей, конечно, используем базовые корзины Но в целом Она предназначена для того, чтобы Произошла ротация от коллекционного подхода И много, вот видите, сувенирки С помощью которой можно поздравить своих любимых Вот кружки с сердечками Вот, например, тарелки В мире много есть причин, чтобы быть счастливым Хороший лозунг И в данном случае Это плавно все переходит в 23 февраля Вот, посмотрите, у нас есть бритвы Которые мы уже для наших мужчин приготовили Соответственно, и дальше получается Уже переход к 8 марта То есть эта зона ротируется постоянно И здесь самое интересное предложение Которое мы даем нашим покупателям В ней что-то можно все время найти интересное И, собственно говоря, это, конечно, подход Используют нон-фуд дискаунтеры И мы фактически тоже в этом ключе Стараемся здесь работать Получается, что на входе человек В какой-то мере может принять решение Либо пойти по большому кругу Либо зайти в какую-то быструю мелочь купить И уйти в счетах Очень короткие Мы сделали СТМ в декабре Мы запустили их совершенно недавно И фактически это вот наша гигиена Основной принцип и салфетки Под брендом Пушинка Котики! Да, потому что очень важно заметить Что у нас вообще выкладка в магазине Она коробочная В российском ритейле Селфреди пэкэдж Наши поставщики только начинают работать Это тренд будущего Но наши все собственно торговые марки Вы заметите Очень удобно раскрываются И они фактически получаются Удобны для выставления на полке Для нашей команды Потому что фактически Не тратится энергия На лишние операции На самом деле здесь еще Обратите внимание Насколько яркие коробки Потому что в этом плане Ты сразу же видишь Такой постный формат То есть мы видим Сразу яркое представление И оно привлекает внимание В том числе и издалека Вот как бы идешь Прямо это заметно Здорово, здорово Что на этом не экономите А наоборот делаете Удобный формат продажи Про цены Как держим наиболее интересные цены Как? Ведь все-таки Надо понимать Что все борются За ценовое позиционирование Как у вас это получается? Мы Вообще дискаунтер Это стратегия И победа за счет Как бы снижения сдержек Вот мы сейчас Немножко эту тему задели То есть мы поговорили Про селфорди пэкач Мы поговорили Про то, что мы планируем Работу нашей команды В человека часах А мы также поговорили Про логистику То есть фактически Логистика Дискаунтер Она заключается в том Что прочерчивается радиус Между РЦ и магазинами И максимальным образом Эти магазины должны Средоточены быть Вокруг распределительного центра Вот мы как раз В этом году Над этим работаем И таким образом Три ключевых издержки Ритейла Они снижаются Отсюда мы достаем Свою эффективность Наш ценовой индекс На 15% дешевле Чем фактически Другие проксимити Другие сети Потому что Мы работаем С издержками А сколько сейчас Человек посещает Средний магазин? Средний трафик Того магазина Около 1000 человек И он за год Вырос на 40% Ого То есть Мы считаем Что для того Что магазин Вызрел за год Это очень неплохой результат На других точках Тоже Потому что Мы сеть молодая То есть магазины Которые отработали полгода Они выходят на свои целевые показатели И мы идем дальше Для меня всегда В дискаунтерах Привлекает внимание Ну такой вот Фрукт Вроде как фрукты Окей Привыкли Но орехи Насколько это стало популярным И в том числе В дискаунтере Но на самом деле Фрукты и овощи Для дискаунтера Это тоже инновация Фактически получается Что мы видим В дискаунтерах В базовых Которых Которых привыкли россияне Это очень ограниченный набор Фруктов и овощей Там их не больше 20 СКУ А мы фактически С вами сейчас поговорили О витрине Которая содержит 50 СКУ То есть мы работаем сезоном Поэтому я думаю Что для дискаунтеров Это тоже дистрактор Это тоже какая-то инновация Что же касается орех Конечно Это наш флагман продаж Потому что Каждый человек Может набрать любое количество Комбинацию ореха И там не знаю Унести это с собой Что должно быть обязательно В вашем холодильнике Где можно купить креветки Вот такого качества За 549 рублей килограмм Только у нас И очень важно Что это можно купить на вес Потому что кому-то нужно Салат до десяток креветок Кому-то еще что Это не упаковка полкилограмма И каждый себе может это позволить Мы про рациональные покупки Мы входим в холдинг магнит И благодаря тому Что мы вместе Мы имеем закупочную силу На бренды А Но все равно Мы ищем собственные товары Вот допустим Собственные торговые марки Которые мы сейчас посмотрим С вами еще и в молочной линейке Это наши собственные продукты Которые мы развиваем И под собственными брендами продаем Что касается каких-то вещей Типа развесной рыбы Которая свойствована Тоже только нашему формату Мы тоже ищем этих поставщиков И наша стратегия выращивать поставщиков То есть мы всегда рады поставщикам Которые готовы с нами расти Это не обязательно известные компании Известные бренды Сейчас в России Очень много появляется компаний Которые выращивают свой бизнес с нуля И мы таким очень рады Потихонечку двигаемся в сторону Холодной комнаты Которую мы точно должны отметить Не так много на самом деле Вот именно в московском регионе Я встречаю холодных комнат Дискаунтер Это как раз высочайшие потребительские качества Товара С минимальным количеством операций Мы уже об этом говорили Фактически холодная комната Нам позволяет Эти операции Которые не производят добавленной стоимости Нон-вэлю операции Как мы говорим Сводить к минимуму И что происходит с утра Вот мы сейчас находимся с утра В нашем магазине То есть фактически мы создали Здесь лейаут Выкладку Которая будет работать весь день И здесь очень качественные продукты Мы можем сразу с вами это увидеть Здесь нормальная атмосфера Прекрасный запах Холодно Холоднее Чуть-чуть холоднее Но в нашей стране 9 месяцев зима Мы к этому привыкли И здесь за 3-4 минуты Можно спокойно выбрать Колбасу Свежее мясо Также я хотела показать Что мы здесь продаем зелень И этот очень востребован Особенно салат То есть наши покупатели С удовольствием его покупают И вот у нас сезонное предложение К нашим весенним праздникам Это вот допустим клубника И голубика Здесь можно продолжить говорить Обостоянно И соответственно мы сейчас видим Точно Милквилл Да Милквилл это наша гордость Милквилл это наш продукт Который мы сделали Совместно с компанией Эко Нива И мы очень долго выбирали Качественного поставщика Потому что Еще раз подчеркну Что наше понимание И философия дискаунтера Это качественные продукты И качественные поставщики И вот фактически Мы сделали творог Мы сделали сметану Мы сделали сырок плавленый Дружба Вот И мы сделали молоко Мы тоже посмотрим его на выход И сгущенное молоко Которое стоит И вот очень хорошее Заметно Заметно Очень хорошее масло То есть безусловно Мы думали про дизайн Безусловно Мы думали про качество И наши покупатели Уже тоже это оценили Еще из необычного Для меня все-таки Это то что есть Выпечка Причем достаточно широкая Мы видим сейчас Довольно много Выложено уже готовой еды Ну готовой В данном случае Выпечки Да Хотя у вас по-моему Уже готовая еда Да спустилась Мы пилотируем готовую еду В четырех московских магазинах Вчера кстати Наблюдала Достаточно повышенный спрос Но поскольку мы это делаем Только четвертый день Рано говорить об успехах Или неудачах В целом Это востребованная тема И ready to eat Это тоже тренд И просто мы все время думаем Как это можно сделать Качественно При наших условиях Минимальной рабочей силы И эффективных операций То есть мы все время пропускаем Все идеи через Вот этот фильтр Эффективность Нужность Необходимость Вообще дискаунтер Еще раз повторюсь Это про ограниченный ассортимент И здесь порядка 20 СКУ То есть мы выбрали Самые-самые ходовые позиции Которые мы можем сделать Это первый критерий был Я хочу обратить внимание На булочку за 4 рубля 99 копеек Это наш товар-герой То есть фактически Это очень высокого качества булочка Да С семечками Не пустая Которую можно в принципе брать Вместо хлеба Допустим Если как бы Человек не очень много ест Хлебобулочных изделий На завтрак Там на ужин Она пресная Она очень удобная Как раз для потребления И фактически товар-герой Вот мы его коммуницируем Может вы заметили на фасадах То есть мы вообще в принципе Выносим ее в коммуникацию Часто показывая Как раз то Что качество может быть доступным Также мы думали Что в наших условиях Любой человек в команде Должен уметь печь Мы думаем о эффективности И в принципе Мы так настроили Как бы нашу печь Что несколько программ Позволяет выпекать За пару часов Вот эту витрину Соответственно Мы пополняем ее утром В обед И к вечернему трафику Сейчас это очень востребовано И у нас проникновение Выпечки тоже 14-15% Это ваши ожидаемые планы? Это превысило наши ожидания Потому что мы на 20 позициях В принципе делаем Пенетрацию в чеке Так как ритейлеры Допустим Проксимити Делают на 70 СКУ Вот что такое дискаунтер? Дело не в ширине полки А дело в хорошем понимании покупателя И в выборе правильного продукта Который отвечает на потребность Мы очень много экспериментируем У нас очень много ротации То есть наверное За этот год Мы пророкировали Процентов 30 товара И это правильно Потому что мы все время Выискиваем лучший ответ На пожелания покупателя Мы сейчас находимся в Ступино И если мы там условно Сергеев Посад возьмем Насколько будет совпадать Или не совпадать Матрица того магазина И этого магазина Насколько приходится Именно под конкретного покупателя В том городе сделать А в целом Вообще локализация Это правильный тренд Который тоже есть В категории менеджменте Здесь действительно нужно Иметь баланс Между стандартизацией Нашего формата И вариативностью Конечно же хлеб Он может быть вариативен Потому что Уверена что в Сергееве Посаде Есть пекарни Или хлебозавод Которые все любят Или например В Ступино тоже Есть коломенский хлебозавод Где любят все Все москвичи Жители московского Области его знают То есть здесь должен быть баланс Между известными брендами И какими-то локальными вещами Мы к этому только подступаем Но в целом Мы собираемся думать Об экспансии в регионы И конечно мы там будем думать Об более качественной локализации Более глубокой локализации продукта Анжела, завершая путь покупателя Мы попадаем в пространство Где с одной стороны У нас находятся кассы С другой стороны Достаточно такая серьезная Точка притяжения Алкоголь Мы работаем качественно С этой витриной И занимаемся собственным импортом Вот мы увидели допустим Ганчи Процека За 799 рублей Это очень качественный продукт Вот наш собственный импорт Розовое вино В общем здесь мы С этой как бы витриной Очень хорошо поработали Ну и конечно же В завершении Есть два варианта Либо пройти кассиру Либо все-таки воспользоваться КСО Насколько популярен формат КСО Именно у ваших покупателей Вы знаете очень популярен То есть мысль была следующая Что если у покупателя короткий чек Три-четыре позиции То он может не стоять в кассе Потому что на кассу там тысяча человек Проходимость, день, большая нагрузка И может спокойно совершить покупку Доля продажи КСО в нашей сети Порядка 20-25% в зависимости от точки Здесь достаточно высокая доля Ну насколько я знаю Все что больше 20 Это уже Это неплохо Тем более для дискаунтера Это тоже такой небольшой дистрактор Ну и на финале Всегда история с картой возникает У вас вот везде Практически в коммуникациях Находится Как экономить С выгодной картой V1 Что про это можете рассказать? Когда мы думали На программу лояльности Мы понимали Что это должна быть Интересная программа Для покупателей Именно в формате дискаунтер И она у нас очень простая То есть фактически За вход За скачивание приложения Очень просто можно Сейчас вот Наталья Вы можете это сделать Прям при мне Навести QR-код Вы получите сразу же Три звезды То есть звезда Это собственно говоря Внутренняя скажем так Валюта Которую мы оперируем В нашей как бы Среди лояльности И фактически Звезду можно обменять На купоны Купоны Это механика Которая очень удобна Вот сейчас вы зарегистритесь Очень быстро Прям реально Точка контакта Очень быстрая И здесь нет никаких Заморочек Там каких-то анкет Заполнять Там еще что-то Фактически каждый раз В течение недели Можно звезду Обменять на интересный купон Мы сейчас быстро Скопировали По сути дела QR-код Установили программу Лояльности За 15 секунд Фактически Как она работает Три звезды Наталья зачислена Потому что она Зарегистрировалась Очень быстро И эту звезду Можно обменять На купоны Купоны Мы по сути дела Позиционируем Для интересных предложений Которые у нас есть В зоне сезонном В зоне ин-аута Или какие-то Интересные алкогольные Предложения Потому что фактически Людям интересно В течение недели Вот такой эффект Тражехантинга Что-то интересное найти И наши купоны Позволяют Собственно Это предложение Еще улучшить Ну что ж Геймификация Немножко поиграем С покупателем И приучим К тому Что здесь Можно найти Что-то выгодное Необычное И опять же Сэкономить Сделать выгодную покупку Ну что ж Коллеги Еще один магазин Посмотрели Диалоги о ритейле Продолжать свою работу Заглядывайте В наш Ютуб канал Смотрите Наши текстовые материалы На сайте Retool.ru И изучайте Делитесь Подсказывайте коллегам Всего доброго Ждем вас В один Редактор субтитров А.Семкин